Спортлайф. Спорт без перерыва. Сегодня завершается сезон в Футбольной Национальной Лиге. Последний тур. Перерывы в следующих матчах. Авангард Олимпиадс 0-2 и гости в меньшинстве. Балтика Тюмень 1-0. Зенит 2. Шинник 1-0. Кубань Тойм 3-1. Луч энергия Крылья Советов 2-0. Ротар Химки 2-1. Спартак 2. Сибирь 1-1. Тамбов Оренбург 1-0. И факел Волгарь 1-1. Начался уже второй тайм в матче Енисея-Динамо-Санкт-Петербург. Счет 0-1. Сегодня в гостях на Спорт-ФМ легендарный советский, белорусский, российский биатлонист, призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, первый вице-президент Международного Союза биатлонистов и кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров. Виктор Майгуров, здравствуйте. Добрый день. Виктор Майгуров, не похоже на человека, которому буквально через 6 дней предстоит одно из главных событий в жизни, ну, в карьере точно совершенно. Я напомню, что 18 мая конференция Союза биатлонистов в России, где как раз выборы президента и состоятся. Вы как-то уж очень расслаблены, очень легко себя чувствуете, ну, чисто внешне, визуально. Или все-таки не так все, радужно? Ну, может быть, визуально так. Этому нас научил спорт. Концентрироваться на главном и расслабляться, когда есть свободное время. Поэтому, конечно же, для меня это событие тоже очень волнительное. Я, наверное, впервые участвую в... Так, сам уже кандидат на должность президента той или иной организации. Неоднократно участвовал в выборах, представляя, допустим, тот или иной оргкомитет. Это на международном уровне, ну, на российском уровне тоже участвовал в выборах. Союз биатлонистов России поддерживает его или иного кандидата, чтобы сам был как первым лицом, это впервые. И это действительно напряженно. Вообще, не было ли сомнений, когда выдвигали свою кандидатуру, учитывая то, в каком состоянии наш биатлон находится, и то, что происходит в этом виде спорта в последний год, там, может быть, даже два? У меня сомнения были. Сомнения были, я... Но, опять же, все очень... Все очень взвесив, посоветовавшись с друзьями, коллегами, партнерами, кто меня поддерживает, только после этого было принято решение, что, да, я буду выдвигать свою кандидатуру, четко понимая, зачем я туда иду и что я буду делать. Мудрые говорили в свое время, что жить в эпоху перемен не советуют никому и будут всех жалеть, если они в этой эпохе будут время проводить. Сейчас, очевидно, в нашем биатлоне именно такая эпоха, причем непонятно, когда она началась и непонятно, когда закончится. Ну да, вы правы. И, допустим, когда работал Вольган Пихлер, и все говорили, вот, вы неэффективно работаете, у вас нет результатов. Опять же, отматывая 4 года назад, какие были результаты в женской команде в биатлоне тогда, и какие сейчас, можно сказать, были суперрезультаты, да. А если отмотать еще 4 года назад от Вольган Пихлера, тогда были еще лучшие результаты. Поэтому, действительно, сегодняшние... сегодняшние результаты нашей команды заставляют о многом задуматься. задуматься, и я считаю, что здесь нужно всем нам сплочиться, да, и... то есть, только вместе мы можем что-то изменить, и не попытаться, а постараться вернуть наш любимый вид спорта на те позиции, на которых он был. Хотя, стоит отметить, что сегодняшняя конкуренция в нашем виде спорта, она, конечно же, очень высокая, и даже если брать в то время, когда я бегал, а или брать в то время, когда бегал, там, Барнашов, Тихонов. То есть, это как бы разные поколения, но поколение от поколения конкуренция только, ну, возрастает. С одной стороны, да. С другой стороны, конкуренция как раз-таки вот этому объединению, о чем вы говорите, не очень-то способствует. Вообще, как мне кажется, сейчас это едва ли не ключевая задача для нового главы Союза металлистов России, учитывая, что по всем сведениям, по всем новостям, которые следуют, единства нет в организации, в сборных, в самих, оно отсутствует. Ну, я думаю, в отчасти я с вами соглашусь, что последний сезон, ну, даже не то, что организация, не было дисциплины. Не было дисциплины, а дисциплина сегодня превыше всего, когда есть общее понимание, что мы должны делать, как мы должны делать, и есть дисциплина, это, прежде всего, уважение друг к другу. То есть есть тренер, которого все должны уважать. Главный. Главный тренер. Главный тренер. Ну, естественно, у тебя тренер, с кем он работает тоже. И в моем понимании, в начале сезона нужно на берегу уже обо всем договариваться, обговаривать все нюансы, как мы будем готовиться. Если ты согласен, ты подписываешься под эту программу, под эти идеи тренера, под тренировочный план, то все, ты идешь без оглядки. В середине сезона ты не задаешь вопроса, а почему это, это, это. Ты доверяй полностью тренеру, да. Если ты не согласен, пожалуйста, работай отдельно, тренируйся отдельно, попадай в команду, показывай результат, но уже не за счет команды, не за счет государства. Потому что у меня была такая, в моей практике, такая практика, в спортивной жизни такая практика. Да, то, что, когда мне было 30 лет, мне попросили уйти на самоподготовку, потому что у меня не было на чемпионате мира медалей. Да, были там четвертые места, пятые какие-то. И, ну, я сначала думал, как же так тренироваться одному, когда тренировался всегда с тренерами, но посоветовавшись тоже с личным тренером, с тренером, который работал раньше, тренировался один, весь летний подготовительный период. Со мной была только жена и ребенок, которая иногда смотрела в трубу, когда я стрелял. Не было ни доктора, ни массажиста, ни биохимика, но летняя первая, как правило, выигрывала, либо был в призах и возвращался в команду. Тоже не вижу в этом ничего страшного, но к этому спортсмен должен прийти, чтобы уметь тренироваться одному. Давайте так, конкретно. В каком положении находится российский биатлон на данный момент времени, за 6 дней до выборов главы президента Союза биатлонистов России? Вот сейчас, на фоне всех разговоров, на фоне завершенной Олимпиады, на фоне завершения самого сезона, вот сейчас. Ну, я считаю, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна, без какого-то, без доли лукавства. Вот. Могу выделить некоторых спортсменов, которые более или меньше провели, удачно провели этот сезон. Это Антон Шипулин, там, Александр Логинов, Максим Цветков, выиграв последний этап Кубка мира. Неплохо иногда смотрелся Антон Бабигов, не списывающий счетов, там, Матвея Елисеева. Вот. Ну, а что касается наших, там, молодежной команды, да, которая выступала на чемпионате Европы, конечно, там уровень конкуренции немножко пониже. Выступили достойно. Юноши и юниоры, как обычно, у нас все там выкашивают, выносят на юниорских, на юношеских первенствах. Хотя это отдельная история, да, и отдельные есть мысли, что делать с этим тоже. Мы как раз об этом будем с ним тоже говорить. Вот. А что касается девушек, то я бы даже вообще никого не выделил, и, ну, с девушками у нас ситуация попечальнее, конечно. Ну, это вы сейчас так очень аккуратненько сгладили углы все-таки, прежде всего, да. Хорошо, 8, 6, пардон, дней до той самой конференции в Тюмени, где станет понятно, к чему привела ваша, скажем, предвыборная компания, если ее таковым можно называть. А можно ли? Ну, конечно, можно. Хотя, я думаю, что моя предвыборная компания, ну, не во многом, а в отдельных аспектах, я думаю, мы сходимся с Владимиром Драчевым, у нас одинаковые по некоторым позициям видения, что делать, как делать. Единственное, наверное, что у нас разное, это наша команда. По крайней мере, я так думаю, с кем мы планируем работать. При том, что относительно тренеров, я думаю, у нас тоже есть практически, ну, плюс-минус взаимопонимание. Ваша программа называется «Пять плюс», то есть это конкретные пять пунктов, которые фундаментально будут прорабатываться в случае избрания. Да, все верно. Где их обозначить? Ну, да, первое, это структура, структура Союза Биатлонистов России, надо ли ее раскрывать там полностью или не надо, мы можем, я могу в этом, ну, тоже как бы там... Ну, базовые пункты. Ну, базовые пункты, то есть в этой структуре будут чисто заменены те или иные, или исключены, или добавлены должности в Союзе Биатлонистов России, при том, что я не собираюсь там шашкой рубить, там, всех увольнять, выгонять, есть люди, на которых я хотел бы, ну, опереться, да, в своей работе, у которых есть опыт, при этом я за то, чтобы пришли новые люди уже в нынешний офис, который будут, который работают каждый день, да? Россияне, иностранцы? Россияне, только россияне, ну, по крайней мере, люди, живущие в России. Хорошо, да, то есть пока о, скажем, даже тренерах и другом персонале легионерском речь не идет? По крайней мере, для меня в этом сезоне точно нет. Хорошо, второй пункт из 5+. Ну, второй пункт – это наши сборные команды, наши сборные команды, как я их вижу, там, в каком составе, тоже могу сказать, что тут рассматривается вариант, или мы, ну, основная команда 8 человек, резервная команда 8 человек, юниорская команда там 8 человек, или, как вариант, мы объединяем первую и вторую команду, это может быть не 16, а 12, 14 человек, объединяем тренерский штаб и готовимся одной такой расширенной командой, при том, что все спортсмены между собой варятся, общаются, потому что, как я сказал в начале нашей беседы, сегодня можно выделить там 3-4 человека, а остальные для меня они равны. Вот. И полномерно вести к началу сезона, потом сделать отборочные соревнования в ноябре месяце, уже и посмотреть, кто куда поедет. Под началом конкретного одного тренера. Одного тренера. Одного тренера. Без выделения на региональные представительства и все остальное, что мы сейчас не будем. Абсолютно, чтобы не было там такой внутренней какой-то борьбы, конкуренции. Все понимали, что мы делаем одно дело. И тренер основной команды знает, что делают все. И в моем понимании, я считаю, что тренер основной команды должен еще знать, что делают у нас юниоры. Потому что через 2-3 года они придут в основную команду. И это тоже должно быть синхронизовано, синхронизировано. Можно еще и дальше эту тему развивать про юноши. Тоже есть, наверное, два варианта. Выбрать там самых сегодняшних перспективных юношей и без какой-то форсированности готовить их спокойно уже просто ко взрослому спорту. Как скажем, как выступают за рубежом? Да. Без необходимости рваться за медалями в юниорах там в конкретном возрасте. Конечно, да. Разговор с Виктором Майгровым по программе его мы продолжим через некоторое время. Сейчас на Спорт.ФМ спортивные новости Дмитрия Томниковского. Приветствуем. Дима, привет. Мы тебя слушаем. Да, спасибо всем. Добрый день. Ну, помимо выборов президента СБР в мае нас ожидает не менее важный выбор, не менее важный пост президента Олимпийского комитета России. Сегодня четырехкратно олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил, что намерен побороться за этот пост. Он сказал, что готов идти на выборы. В олимпийском движении я провел достаточно длительное время. Мне хорошо известны все внутренние проблемы. Есть понимание, как выстраивать работу, сказал Попов. Напомню, что выборы президента ОКР пройдут 29 мая. Организацией с 2010 года руководит Александр Жуков, который на минувшей неделе объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. А первый вице-президент ОКР Станислав Позняков ранее говорил, что кандидаты на пост главы организации, скорее всего, будут названы после вторых майских праздников. То есть, скорее всего, уже узнаем их имена на следующей неделе. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Лосицкене выиграла 39-й турнир подряд. На сей раз ей не было равных. На втором этапе бриллиантовой лиги в Шанхае россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, сегодня победила с лучшим результатом сезона в мире, преодолев планку, установленную на высоте 1,97 м. УЕФА может дисквалифицировать голкипера Юветуса Джан-Луиджи Буфона на его прощальный матч за сборную Италии. Об этом сообщает газета «Делла Спорт». Напомню, что накануне организация начала дисциплинарное расследование против голкипера по итогам ответного матча с Реалом в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Как сообщается, для УЕФА дисквалификация Буфона на матч Лиги Чемпионов может не имеет смысла, так как 40-летний голкипер, как ожидается, завершит карьеру по окончании сезона, но УЕФА может дисквалифицировать Буфона на определенный период времени, который затронет и международные матчи, что не позволит ему сыграть в прощальной игре за сборную. Дело Буфона будет рассмотрено 31 мая, а прощальный матч Буфона за национальную команду должен состояться 4 июня против команды Нидерландов. Ну и в завершении о Формуле-1 пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей практики Гран-при Испании. Второй результат у его напарника по команде Вальтери Ботуса. Тройку лучших замкнул пилот Феррари Себастьян Феттель. Что касается нашего Сергея Сироткина, выступающего за команду Уильямса, то он, как и накануне, стал 20-м. Его партнер по команде Лэнд Стролл 19-м. Перед самым клетчатым флагом машину разбил пилот Тора Роса Брэндон Хартли. Его болид развернуло, отбросило в стену. Хартли самостоятельно покинул машину, но механикам теперь придется постараться, чтобы успеть восстановить ее до начала квалификации, которая, я напоминаю, стартует в 16 часов по московскому времени. Огромное спасибо Дмитрий Томниковский на Спорт.ФМ. Продолжаем эфир выходного дня Спорт.ФМ. С вами Сергей Курманов. В гостях сегодня на Спорт.ФМ первый вице-президент Международного союза биатлонистов, кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Виктор Викторович, в вашей программе 5+, два пункта, которые мы уже так вкратце описали, есть, по-моему, главный, который должен очень многое поменять в лучшую сторону в делах наших биатлонах, это пункт, связанный с взаимодействием с регионами. Принято уже считать, что сейчас в нашем биатлоне таковы дела, что очень весомое влияние имеют ряд регионов, которые пытаются продвинуть ряд своих спортсменов в сборные натерянные позиции. Якобы эти самые спортсмены не совсем заслуживают этого самого продвижения в силу показателей и результатов похода самого сезона. Как здесь планируется работа, какие изменения планируются в случае избрания? Ну, вообще, вот этот пункт, взаимоотношения с регионами, для меня он даже больше сводится не к тому, какой регион какого спортсмена пропихивает и пропихивает ли вообще, это тоже для меня, ну, не совсем я согласен в этом плане. А с тем, как мы можем помочь развивать наш спорт, наш вид спорта в регионах, потому что побывав там от Петропавловска-Камчатского до Мурманска. Более фундаментальный момент такой, да? Да, потому что без них мы, если там все у нас умрет, мы, и можно тоже сворачивать всю эту деятельность из-за биатлонистов России, потому что откуда мы будем черпать новых молодых спортсменов. Вот. И вы правильно сказали, у нас разные регионы. Для некоторых регионов нужны международные соревнования, да? Для некоторых нужны российские соревнования. А для некоторых нужно просто купить две винтовки и три пары лыж, понимаете? Потому что у них нет вообще ничего. И есть такие регионы, к сожалению. И я сам был удивлен к своему, наверное, не знаю, стыду или еще как это можно назвать. Ну, я бываю, конечно, в регионах, но в основном в тех, где проходят соревнования, где не проходят соревнования, а у нас таких 90%, где соревнования не проводят. Я, в принципе, не знал, как у них там развивается наш вид спорта и что нужно делать. И в этом я вижу одну из основных работ, задачи Союза биатлонистов России, чтобы к каждому региону подойти индивидуально. И, опять же, понимая сегодняшнюю нашу структуру устройства спорта, так как он основан, не знаю, на 90% это бюджетное финансирование, нужно заинтересовать первое лицо региона. Только при этом тот или иной вид спорта будет получать поддержку не только там за счет бюджетных средств, в том числе и в небюджетных средств, вот, за счет бизнеса. И для себя основной задачей я вижу вот в этом, чтобы с каждым регионом, а у нас сегодня на конференции будет около 50 регионов, с каждым губернатором встретиться и попытаться заключить соглашение о развитии нашего вида спорта в регионе. Тогда, считаю, это будет хороший толчок, и оно даст о себе знать, там, конечно, уже не завтра, но через, допустим, через 4 года мы получим уже определенные результаты. А что касается вашего вопроса, что там, те или иные регионы там двигают тех или иных спорт, лобби занимаются. Лобби занимаются. Наверное, такое было, когда я еще бегал, но сейчас такого, в принципе, практически нет, и готов там обсудить любой реальный какой-то прецедент, чтобы высказать свою точку зрения. Впечатляющая маневренность и всесторонняя безопасность с умной системой помощи водителю. Subaru Outback. Создан инженерами. Команда Subaru и Sport FM уже в пути. На этот раз мы едем на хоккей, на финал чемпионата мира 2018, который пройдет 20 мая этого года на родине писателя Ганса Христиана Андерсона. Дания впервые принимает турнир. С момента, когда сборная России впервые приняла участие в чемпионате мира по хоккею, а было это в 92 году, финала турнира проходили в 18 городах 14 стран. Команда Subaru и Sport FM ставят перед собой невероятно амбициозную задачу – посетить все города, за исключением Закеанского Квебека, где проходили горячие хоккейные баталии. В каждом городе команда пустит ледовую арену, где лучшие сборные мира выявляли сильнейшего и боролись за звание чемпиона мира. Расскажет интересные истории о городе, который принимал финал. Игре, героях матча и героях путешествия автомобилях Subaru. И, конечно, побывает в хоккейной столице 2018 года – Копенгагене, где посетит финальный матч. Маршрут путешествия пройдет по территориям 13 стран. Команда Sport FM и Subaru проедет почти 10 тысяч километров. Следите за путешествием в эфире и на сайте Sport FM. Продолжаем эфир выходного дня. Sport Live на Sport FM. С вами Сергей Курманов. Напомню, сегодня продолжается и чемпионат мира по хоккею. Завершились два матча. Латвия переиграла Германию. Финалиста последней Олимпиады со счетом 3-1. В матче Словакия-Швеция. Зафиксирована победа шведов после овертайма со счетом 4-3. Ну а сейчас напомню, что продолжаются матчи последнего тура футбольной национальной лиги. На одном из этих матчей, на матче Тамбов-Оренбург, присутствует наш коллега, продюсер выходного дня на Sport FM Вячеслав Карпов, с кем мы и будем вести разговор. Слава, приветствую тебя. Да, Сергей, добрый день. Не думаю, что кому-то интересны перипетии игры Тамбов-Оренбург. Самое важное на эту 74-ю минуту матча Тамбов лидирует 1-0. Но, наверное, совсем самое-самое важное сейчас происходит, во всяком случае для Оренбурга, во Владивостоке, где луч энергии обыгрывает крылья Советов и таким образом дарит Оренбургу титул второй в истории, титул чемпиона ПНЛ. Я думаю, как никто другой сейчас, вот титул победителя турнира ПНЛ ждет мой сегодняшний совещедник. Уникальное для российской спортивной журналистики событие прямо со скамейки запасных. Основной вратарь Оренбурга Евгений Фролов, который, кстати, уникален тем, что поиграл во всех трех профессиональных российских лигах, но и обладает титулом победителя как раз второго дивизиона ПФЛ. И сейчас буквально через 15 минут может уже добавить к нему титул победителя турнира ПНЛ. Евгений, ну насколько важно для вас по спортивной точке зрения это? Ну, важнее, я думаю, выиграть премьер-лигу, но первая лига тоже неплохо, пусть будет коллекция. Мы верим, что не за горами. А на самом деле какие-то краткие итоги сезона плохо начинался. Он для Оренбурга 13 место и 3 очка от зоны вылета к 8 туру. Да как удалось? За счет чего переломить настолько хорошо? Ну, повлияла смена тренера, смена обстановки, плюс добавились новые ребята, все-таки успели дозаявить. Ну и плюс все-таки коллектив подобрался очень хороший. Ребята классные, атмосфера в команде шикарная. Я думаю, наш дружный коллектив это и есть залог успеха. Чего ждете больше? Посмотреть первые в истории России чемпионат мира по футболу или поучаствовать уже в РППЛ вновь, уже с Оренбургом? Хочется и поучаствовать в премьер-лиге. И, конечно, а лучше поучаствовать на домашнем чемпионате мира. Ну, будем верить, что у Евгения такой случай тоже представится. Благодарю Евгения Пролова, основной вратарь Оренбурга, сейчас на скамейке запасных. Александр Руденко дал сегодня поиграть. Вот такие новости у нас из Тамбова, Сергей Сергеевич. Огромное спасибо, Вячеслав Карпов, наш коллега-продюсер выходного дня на Спорт-ФМ в Тамбове на матч Тамбов-Оренбург, который завершает сезон футбольной национальной лиги. Счет пока 1-0 в пользу Тамбова. Спорт-Лайф Ну, а я напомню, сегодня в гостях на Спорт-ФМ первый вице-президент Международного союза биатлонистов, кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Викторович, у нас ситуация сейчас такова, что вы, помимо претендуете на позицию президента СБР, но при этом еще и по факту исполняете обязанности главы IBU, учитывая, что в отношении действующего президента Международного союза биатлонистов Бессеберга открыто расследование, и, в общем-то, его функции упали на вас. Да, на самом деле так и есть, но это не подразумевает ежедневного присутствия в офисе IBU. Да, мы провели на прошлой неделе внеочередное заседание исполкома IBU, и следующее заседание пройдет у нас с 1 по 3 июня. Как раз мы будем обсуждать в том числе восстановление статуса СБР как полноправного члена. То есть этот вопрос в повестке вполне может появиться? Он не вполне, он обязательно появится. Мы обсуждали его, я оставил его в поездку на прошедшем исполкоме. Мы обсудили, не сошлись во мнении, запросили дополнительную юридическую экспертизу, я запросил, наш легал комитет, он прошел, экспертиза состоялась, и мы его дальше будем обсуждать на следующем исполкоме IBU. Каковы настроения среди ваших коллег по Международному союзу биатлонистов, среди членов организации? Как они настроены в отношении России, суммарно? Кого больше, тех, кто за мир с Россией или все-таки за боевые действия, извиняюсь за выражение? Я бы немножко, чтобы не перефразировал вопрос, а по-другому ответил. Мы все знаем, что до сих пор продолжается расследование в отношении наших спортсменов, связанное с докладом Макларена, связанное с работой комиссии Осфальда и Шмидтом, с показаниями Григория Родченкова. И сегодня в нашем исполкоме есть представители тех или иных стран, для которых чисто показания словесные Григория Родченкова являются доказательством. И они настаивают на всяческих мерах в отношении СБР, вплоть до дисквалификации, но я об этом и говорю, дисквалификации как организации, не спортсменов даже, а как организации на определенный период, но слава богу, до сих пор удавалось на все это сдерживать, потому что наша организация во-первых находится в Европе, в Австрии, все рассмотрения происходят в швейцарском суде, а для швейцарского арбитражного суда чисто словесных обвинений недостаточно. И я со своей стороны также привожу аргументы, хоть может быть это не совсем правильно, потому что я член исполкома, я должен больше заниматься, не представлять интересы СБР в ИБУ, а заниматься развитием мирового биатлон. Но так или иначе, доношу нашу позицию, наше мнение, регулярно те или иные документы, которые призываю к объективному рассмотрению всех обстоятельств, потому что на наш вид, именно вид спорта уже полтора года примерно говорят, вот у вас эти, 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 вот мы вас еще там 20 человек обвинием, но кроме как Екатерины Глазырины, которую обвинили, опять же, спустя полтора года после ее отстранения, слава богу, ничего не произошло, и я думаю, что ничего и не произойдет. И те там обвинения в адрес отстраненного там временно Андерса Бессенберга, на мой взгляд, они в большей степени надуманные, потому что те обвинения, что якобы прикрывать допинг-пробы российских спортсменов на чемпионате мира Хокфильдсене 2017 года, или так или иначе там получать деньги за выборы там в Тюмени как кандидата, ну на мой взгляд, это просто смешно, это просто смешно, да. Но вообще на самом деле складывается ощущение, что в случае замены Бессенберга на другого, менее лояльного России чиновника, скажем так, который вполне способен возглавить IBU, ну проблемы у нас будет больше. Как так, просто так, просто так, просто так, просто того, как замена, просто так она не произойдет, будет Конгресс, будет Конгресс. Вот выборы, понятно. И моя задача, и над чем я сейчас работаю, уже, слава Богу, у нас есть поддержка в других международных, вернее, национальных федераций биатлона, чтобы также кроме сегодня одного официального кандидата, шведа Оли Долена, он президент Федерации биатлона Швеции и член из полкома IBU, был как минимум еще один кандидат, которого бы мы поддерживали, которого мы были уверены, что это будет нормальное, адекватное решение, не основанное на каких-то эмоциях, а чисто, блин, ну человек, который придет, кажется, не мочить Россию, а развивать биатлон. Ну, просто сейчас такова ситуация, она так складывается, что очень вероятно появление именно такого человека во главе Международного союза биатлонистов, учитывая, что на Бессеберга катит бочку не первый год, правда, только в этом году уже эта бочка обрела конкретные очертания, учитывая расследование и все остальное. Ну, опять же, посмотрите, кто катит бочку-то, они катят бочку там Соединенные Штаты, Англия, Канада, ну и подключились к ним чехи, и только, на мой взгляд, благодаря тому, что мы их обидели, победили на выборах два года назад, получив право проведения чемпионата мира, все, ни одно то там заявление о какой-либо коррупции, там, еще чего-то, оно просто не подтверждается. Да, сегодня в мире, к сожалению, такая идет стратегия о том, что нужно человека обвинить или организацию, а ты потом попробуй там оправдывайся. То есть доказывать, что я не верблю, должен я, да? Имидж-то все равно уже будет замаран, да, и человеку очень сложно будет потом, даже если там дело заглохнет и скажешь, все, там, ну, ничего не нашли, ну, это все равно уже оставит неприятный осадок. Хотя вот в этом деле я считаю, что, и я знаю, что и Басаберка, и Николь Реш, они наняли очень одних из лучших австрийских адвокатов, которые будут защищать даже больше их честь и достоинство, если это дело развалится. И тогда уже те, кто был обвинителем, я думаю, что, не, я думаю, а я уверен, что с одной стороны там стоит ВАДА, как обвинитель, а ВАДУ в том числе приняли участие те или иные конкретные люди, не буду называть фамилии, да. Разговор с Виктором Майгровым продолжим после небольшой паузы на Спорт.ФМ. М-Видео разрывает цены на технику. Объявляем 120 часов чемпионских скидок. Успейте купить двухметровый холодильник Hotpoint с зоной сохранения свежести со скидкой 5000 рублей за 31 990. Торопитесь, товары исчезают с полок. М-Видео. Первые 25 лет. Подробности и ограничения в магазинах. Старт представляет. Первый честный сериал о нашем футболе. Вне игры. Премьера онлайн. Смотри эксклюзивно на старт.ру. 18+. Если где-то цены лезут вверх, то у нас они падают. Эльдорадо роняет цены. Распродажа Эльдорадо. LED-телевизор LG диагональю 81 сантиметр. Всего за 16 999 рублей. Ждем вас в Эльдорадо. Акция действует с 8 по 14 мая. Подробности в магазинах у Эльдорадо. Сколько детей появится у Роналду до финала Лиги чемпионов? Расскажем на Спорт.ФМ. Мы делаем спорт ближе. Спортлайф. Продолжаем эфир выходного дня Спортлайф на Спорт.ФМ. С вами Сергей Курманов и наш сегодняшний гость. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов. Кандидат в президенты союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Виктор Викторович, учитывая, что впереди выборы, буквально остается 6 дней. У вас есть соперник. Ну, два, если брать официально поданные заявки, совсем недавно соперника. Но при этом в кругах биатлона ходят разговоры, что вы главный фаворит. Не в последнюю очередь, потому что вы встречаетесь периодически, общаетесь с Михаилом Прохоровым и от него поддержку имеете определенную. Я не думаю, что мое общение с Михаилом Дмитриевичем может как-то повлиять на тех или иных делегатов конференции. Конечно, для всех важно, кто за мной стоит, кто может помогать нашему виду спорта. Но я бы не акцентировал сегодня вопрос на Михаила Дмитриевича Прохорове. Единственное, могу сказать о том, что он внимательно, несмотря на то, что он официально... Отдел, скажем так, отошел все-таки. Отдел отошел в 2014 году, но он очень пристально следит за всем, что происходит в биатлоне, интересуется. Мы периодически по телефону больше обсуждаем те или иные новости. Но это не более того, что я могу сказать на сегодняшний день. Кроме него есть другие компании, другие люди, которые готовы к нам прийти вместе с теми компаниями, которые сегодня работают. Я не скажу, что к нам в очередь стоят, это было бы неправдой. Но есть пару компаний, которые готовы с нами сотрудничать, и этого будет достаточно, чтобы обращать внимание не только на сборные команды, но и на наши регионы, о чем мы с вами говорили в начале. С точки зрения программы, вы обсуждали ее с возможными партнерами, компаниями, с тем же Михаилом Дмитриевичем Прохоровым. Был такое? Нет, что касается компании, я абсолютно не обсуждал ее с нашими потенциальными партнерами. Я ее больше обсуждал с теми людьми, с которыми я планирую командой идти работать. Потому что я не семи пядей во лбу. В моей программе есть разделы и по маркетингу, и по прессе, и там по судейству. И я, конечно же, консультировался с теми людьми, кто более разбирается в этом, чем я. В одном из пунктов вашей программы имеется, скажем так, особенное значение в отношении сборных команд, а именно конкретно комиссия по рассмотрению кандидатов на пост тренеров. Вот подробнее об этой комиссии, как быстро она запускается, и когда уже эти лица заступят на пост тренеров. Когда это случится? Комиссию создали мы 2 или 3, 2, по-моему, апреля в Древенском совете в Ханты-Мансийске. Эта комиссия объявила конкурс на замещение вакантных должностей. Было подано, по-моему, 42 заявки. 42 – это на мужскую и на женскую команду на резервный суток. Суммарно. Да, суммарно. Эта комиссия провела работу 10 мая и приняла определенные решения, но эти решения носят консультативный характер и представит уже свои выводы и свои мнения, свои рекомендации новому управлению СБР, которое также будет выбрано 18 мая. И в моем случае, если я буду выбран, то я незамедлительно первым делом, что сделаю, это соберу управление и решим вопрос о назначении тренера в первую очередь, чтобы уже команды начинали работать. Согласно работы этой комиссии? Согласно рекомендациям этой комиссии, конечно. Но при этом добавлю, что не исключаю, что есть те или иные тренеры, которые не подавали свои заявки для рассмотрения соответствия теми. Есть такие специалисты, которые, возможно, также будут приглашены для работы. То есть комиссия такого описательного характера не носит для того, чтобы, проходя через нее, можно было работу получить в тренерском штабе. Да, потому что сегодня есть определенный... Я думаю, что это шаг следующего года. Мы должны четко, конкретно прописать положение об этой комиссии. И на основании его... И тогда для всех оно будет понятно. А в этом году она была создана немножко как бы спонтанно, что ли, да, с одной стороны. Но с другой стороны, она показала свою эффективность и очень большой интерес со стороны региональных тренеров. Потому что если раньше мы обсуждали только тех тренеров, которые работали с командой, где-то вот тут были видимы, сейчас подали заявки те люди, которых я не знал ранее, но теперь уже знаю. С точки зрения работы с основной сборной, с мужской, с женской, если мы берем тренеров непосредственно, у вас есть примерное понимание, кого бы вы хотели видеть во главе команды в случае избрания? Я знаю, что, наверное, все ждут фамилии, но... Фамилии, я полагаю, не будет, я наивно рассчитываю на это, но скорее всего, полагаю, что не будет. Но я скажу, наверное, так, что, в принципе, и оно будет понятно. Я хотел бы сделать микс наших молодых тренеров, которые уже сегодня работают и работают не первый год, и с опытными тренерами, которые работали в том числе, там, прошедшие сезоны за границей, с другими командами. Но тренеры российские. Тренеры российские. Микс, в котором есть полноправное и равноправное участие молодых и опытных, или все-таки с определенной иерархией? Ну, все равно, если, допустим, мы возьмем схему подготовки основной резервной команды вместе, то там будет работать вместе порядка четырех-пяти тренеров. И все равно кто-то из них будет старший, который будет координировать и методическую составляющую, ну и организационную составляющую, вот. И, ну а все остальные будут вместе с ним это определять. И, опять же, над всеми тренерами команды я вижу еще одну должность. Это вице-президент по спорту, главный тренер. Одновременно? Одновременно, да. Сегодня, допустим, в Лыжной Федерации эти полномочия на себя взяла Елена Валерьевна Вяльбе. Ой, Валерьевна Вяльбе, да. У меня, на самом деле, нет тоже, там, большой скамейки из кандидатов на эту должность. Ну, есть пару человек, которым я готов сделать предложение. Вот. Не уверен, что они согласятся, потому что это реально большой и ответственный фронт работы. Не каждый готов... Под прицел находящийся, прямо скажем, да. Да, 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 чтобы твое имя каждый день обсуждали в средствах массовых информаций, особенно в сезон зимний. Вот. И эта должность реально очень сложная, ответственная. При том, чтобы... Чуть-чуть продолжу эту тему. Я хотел бы, чтобы даже главный тренер, он вместе со старшими тренерами давал рекомендации для наших региональных команд, для юношей, как, что им делать, в каком возрасте что делать. По такому принципу работает Франция. Они раз в году, два раза в году собираются. У них, конечно, меньше тренеров в десятке, чем у нас, но от основной команды и до всех региональных команд спускают рекомендации, что мы делаем. И мы видим их сегодняшний результат на разных уровнях, и в юношах, и в юниорах, и во взрослых. Это такая единая политика, которая формируется, в общем-то, сверху, но относится до всех, да, получается? Я был во многих регионах, и все хотят это получить, хотят эти рекомендации получить, потому что сегодня каждый выдумывает, ну, кто во что гораст. Складывается ощущение, что у вас имеется план, прежде всего, привести все в такой строгий, структурированный, в чем-то даже, возможно, педантичный порядок, если брать саму структуру и союза бизнесов России, и тренерского штаба, в том числе, чтобы было твердое понимание вот этой конкретной системы сообщающихся сосудов, скажем так, да? Все верно, да. Похоже на кто, прежде всего. Все верно. Ну, да, тут необходимо слово дисциплины еще добавить. Опыт европейский, опыт общения с коллегами по IBU, в том числе, учитывался при составлении всего этого плана? Очень хороший вопрос. Я хотел перенести опыт работы исполкома IBU на опыт, на наше правление СБР. К сожалению, последние четыре года мы крайне редко собирались иочно, максимум, там, один-два раза в году. И, ну, что-то обсуждали, иногда даже, ну, не договаривались конкретно о результате. А что касается исполкома IBU, там мы встречаемся так же, там, ну, мы встречаемся три-четыре раза в год. Хотя за последний год в связи с этими антидопинговыми событиями мы встречались одиннадцать раз. И там с девяти утра до шести вечера мы обсуждаем все насущные вопросы, принимаем по них решения, они с завтрашнего дня уже исполняются. Такая рабочая группа получается, да? Да, да, да. Я хотел бы, потому что это основной орган в моем понимании после конференции СБР, там, и так же, как IBU, который осуществляет текущую языковно-творческую деятельность у нас. Маленький вопрос еще временно для него есть. В случае победы на выборах президента СБР готовы в свою команду включить и Владимира Трачева? И как вы считаете, если он победит, он вас попросит поучаствовать в процессе? Не знаю, попросит ли он на меня, но я обязательно сделаю предложение войти ему в состав правления, и думаю, что делегаты тоже это поддержат. Огромное спасибо Виктору Майгурову, кандидату в президенты Союза биатлонистов России. Скоро уже выборы, а именно 18 мая в Тюмени. Узнаем мы, наконец, кто же возглавит федерацию нашу замечательную и куда в дальнейшем будет двигаться российский биатлон. Дорогие друзья, во-первых, напомню, что после паузы у нас будет еще один любопытный гость, с кем будем вести разговор на протяжении часа, а также уже назову вам итоги матчей последнего тура футбольной национальной лиги. В любом случае, оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok